Я буду продолжать дело Алексея Навального. Громкие политические заявления. На 140 миллионов! Неужели мы не можем встать и сказать «Уходи отсюда!» Радость маньяков в кремлёвских кабинетах. Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы. Радость маньяков на российских улицах. Умерли хорошо. Почему хорошо? Ну а зачем смущать народ? И, конечно, тотальная шиза маньяков на российских телеэкранах. Последняя провокация Алексея Навального. Что на самом деле произошло 16 февраля в Полярном Волке? Мы знаем всё и расскажем вам. А также что-то подозрительно напоминающее бал сатаны в центре российской столицы. Оторвался гром! Оторвался гром! Оторвался гром! Оторвался гром! Всё это первая и вполне предсказуемая реакция на убийство Алексея Навального основных заинтересованных сторон. Российской власти, российских имперско-нацистских масс и сторонников Алексея Навального. То есть всех тех, кто никак не поделит между собой ту самую прекрасную Россию будущего. Но никто из них до сих пор так и не дал ответ на самый главный вопрос. Навального убили и что дальше? Привет, я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня мы с вами отвечаем на этот самый важнейший вопрос. Что же дальше? Что дальше будет с Россией? Ведь, как ни крути, от того, что дальше будет происходить с Россией, в значительной степени может зависеть, что же дальше будет с войной и что же дальше будет с планетой Земля. А убийство Алексея Навального на многое может повлиять. И я сейчас объясню, как именно. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на нас прямо сейчас, если до сих пор не успели этого сделать. Все это нужно для того, чтобы этот ролик увидело как можно больше людей. И как можно больше людей поняли, что на самом деле происходит. Давайте начинать! Итак, для начала давайте по-честному ответим на вопрос, чем же нам запомнился Алексей Навальный. Кто-то скажет, что Навальный – это лучшее, что когда-либо случалось с российской политикой. Он был смелым, умным, харизматичным и, что самое главное и редкое для российской политики, он был честным. Кто-то скажет, что он совершил христианский поступок, вернувшись из Германии в Россию. А кто-то добавит, что перед этим Навальный чуть ли не воскрес. И я не стану спорить ни с чем из этого всего. Пожалуй, Навальный – это действительно лучшее, что когда-либо случалось с российской политикой. Но вот именно, что с российской политикой Навальный топил за Россию. За государственно-террористическое образование, которое никогда не могло, не может сейчас и не сможет в будущем существовать без насилия, шантажа, убийств и пыток. Что случится, когда мы придем к власти? Это совсем не страшная картина, а очень даже приятная. Это специальный выпуск программы «Россия будущего». Обожаю говорить на тему «Прекрасной России будущего». Сейчас вам все расскажу. «Прекрасной России будущего». Если мы смотрим на «Прекрасную Россию будущего», ну пока издали мы на нее смотрим, тем прекрасней будет «Прекрасная Россия будущего». Это была мантра, которую постоянно повторял Алексей Навальный в последние годы своей жизни. Придумал он эту концепцию в 2017 году в рамках так называемой «предвыборной гонки» в России. И чем дальше, тем менее адекватным казался этот образ. Сначала его автора отстранили от выборов, и никто за него не заступился. Во всяком случае, его право на участие в выборах, а значит и свое право на «Прекрасную Россию будущего», фанаты этой самой «Прекрасной России будущего» не отстояли. Позже, в 2020-м, автора концепции попытались убить. И это тоже сошло обидчикам с рук. В конце концов, эти самые «враги» «Прекрасной России будущего» развязали самую кровавую войну на европейском континенте, отбросив Россию на 70 лет назад во всех отраслях и во всех смыслах. И вы не поверите, снова не нашлось достаточного количества фанатов «Прекрасной России будущего» или хотя бы более-менее адекватной «России настоящего», чтобы это все остановить. Нет, все с каждым годом и месяцем становилось только хуже, ужаснее и отвратительнее. Если честно, я не представляю, как в таких условиях, в какую-то «Прекрасную Россию будущего» продолжал верить Алексей Навальный. Да и продолжал ли он в нее верить? Или все-таки, в конце концов, разочаровался в этой идее? Мы с вами этого не узнаем. Как и не узнают сторонники Навального. Нет сомнений, что для многих из них эта концепция теперь уже умерла вместе с политиком Алексеем Навальным. Но если разобраться, то концепция «Прекрасной России будущего» была обречена изначально. Никакой «Прекрасной России будущего» существовать не может в природе. Почему? Почему с таким государственным образованием не может происходить ничего хорошего? Давайте посмотрим, за счет чего вообще существует эта самая Россия, также известная как «Империя», также известная как «Тюрьма народов». Маленький спойлер. Это государственно-террористическое образование, которое держится, по сути, на трех очень толстых, но на самом деле очень ненадежных столпах. Во-первых, экономика. Обреченная экономика. Россия живет исключительно за счет природных ресурсов. Практически только за счет них. И, к сожалению или к счастью, не пытается выбраться из этой зависимости. Как вы знаете, прогресс рано или поздно находит замену любым ресурсам. Через 10, 20, 50 лет нефть и газ могут оказаться просто никому не нужны. А иногда, чтобы уничтожить нефтяную державу, можно даже не изобретать ничего принципиально нового. Просто нужно, чтобы остальные игроки на рынке договорились между собой о снижении мировых цен на нефть, на газ. Ну вот, как это было в 80-е годы с обвалом цен и распадом Советского Союза. Сейчас эта договоренность тоже существует, но в другой, более легкой форме. Ведь Запад все еще надеется как-то договориться с Путиным. Ну, конечно, рано или поздно до Запада дойдет. И шара закончится. Шара, б***ь, шара! Во-вторых, Россия всегда держалась и продолжает держаться на полной управляемости своих масс. Имея абсолютно необразованное, дремучее большинство населения, ты можешь каждый день пугать их по телевизору всем тем, чего они никогда не видели, и таким образом держать их под полным контролем. По сути, Россия напоминает очень большое африканское племя, которое живет вдалеке от технологий и которое готово поверить любому, кто придет к ним с колодой карт и покажет фокус. В данной ситуации гости с большой земли это Соловьев, Киселев, Симоньян, Скобеева и так далее. А колода карт это телевизор и контролируемый ими рунет. Ну что, может зажжем, может поставим рэп? Ну и третий столб, на котором держится Россия, это, конечно же, насилие. Да, пряники в виде неплохих зарплат в крупных городах и сироп в виде пропаганды, помогающей усыплять бдительность, это, конечно, очень важно, но все-таки главной скрепой так называемой Российской Федерации является именно насилие. Именно за счет него они всегда разгоняют несогласных. Именно за счет него они удерживают целые регионы, например, Ичкерию, Дагестан, Татарстан. Именно за счет насилия они поддерживают собственную пропаганду, а иногда даже и экономику. Ведь только за счет войны и убийств россияне смогли частично оккупировать богатый своей промышленностью украинский Донбасс, а также богатый зерном юг Украины на левом берегу Днепра, а также наш самый прекрасный в мире полуостров Крым, который обязательно вернется в родную гавань – россияне. И именно за счет войны они смогли простимулировать свою экономику, которая с удовольствием перестраивается, ну и наполовину уже превратилась в такую себе военную экономику. То есть без насилия в страшных масштабах, без войны с соседями, без репрессий внутри страны, без пропаганды, без тяжелейшей зависимости от продажи природных ресурсов никакой России не может существовать. Именно поэтому Россия никогда не отказывалась от услуг самой ужасной в мире террористической организации ФСБ, оно же КГБ, оно же НКВД. Именно поэтому Россия никогда не откажется от услуг Киселева, Соловьева, Симоньян и так далее. И в таких условиях российская экономика, разумеется, никогда не начнет избавляться от нефтегазовой и военной зависимости. Ведь чтобы построить свободную, современную экономику, нужно стать свободной страной. Поэтому никакой прекрасной России будущего не существует и на деле существовать не может. Это империя, которая живет только за счет уничтожения, порабощения и поглощения всех и вся. И так будет, пока либо она, империя, не уничтожит вообще всех, либо кто-то не уничтожит ее. А население этих земель, да, способно свободно существовать, но только в случае адекватного и органичного деления на менее гигантские и более здоровые государственные образования, где никто никого не удерживает силой, где действуют правила свободы рынка, свободы слова, свободы выбора, где каждый сможет говорить на родном языке и платить налоги в родном краю, а не делать так, как вздумается кровавому центру империи. Но вот кто-кто, а Алексей Навальный был скорее частью империи, нежели ее противником. Потому что если кто вдруг забыл, например, спешу напомнить, что после начала российской имперской гибридной агрессии в 2014-м, именно Навальный среди российских оппозиционеров выступил против того, чтобы возвращать Украине временно оккупированный Крым. Как этого требует международное право и, конечно же, просто здравый смысл. Крым российский, Крым российский? Крым, конечно, сейчас де-факто принадлежит России. Вы считаете, что... Я считаю, что несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя и украинцам. Я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Не переводите тему. Я не перевожу. Крым возвращаем или нет? Ну что за какая-то странная, невозможная постановка вопроса. Еще раз, я ответил на эти вопросы. Первое. Не существует простого решения. Второе. Видимо, вообще решения не существует, как не существует решения ни одного территориального конфликта на планете Земля за последние годы. Ну, назовите мне конфликт, который разрешился благополучно. Нет их? Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине? Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот сюда возвращаться? Уже потом, сидя в тюрьме и читая новости о череде украинских контрнаступлений и о приближении сил обороны Украины к берегам Крыма, Навальный заявил, нет-нет, вы не поняли, Крым – это Украина. Был, есть и будет. Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, международно признанные, определенные в 91-м году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайные вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменения в 21-м веке нельзя, иначе мир погрузится в хаос. И вот интересно, что бы сейчас сказал Алексей Навальный, когда Россия, благодаря медлительности Запада и ужасающим потерям со своей российской стороны, снова смогла обрести инициативу на поле боя, и почти день в день с убийством Навального временно захватила украинский городок Авдеевка. Неужели политик, увидев на горизонте иллюзию возможной победы России, снова бы заявил о том, что, ну, наверное, да. Не все так однозначно. Давайте, наверное, в этой Авдеевке проведем референдум. Ведь Авдеевка – это не бутерброд с колбасой, чтобы ее туда-сюда возвращать. В любом случае, мы этого не узнаем, потому что Путин убил Алексея Навального. И теперь главным вопросом становится, что будет с его наследием. Что будет с миллионами, если не десятками миллионов тех, кто ему верил, и верил в эту фиктивную реальность под названием «прекрасная Россия будущего». Кто считал, что режим можно победить, выходя на улицы с фонариками и шариками? Кто, например, слушает вот эту чушь? Нет, мы с вами не поднимем вооруженного восстания. Нет, наши с вами сторонники к этому не способны, никогда не были. И, я надеюсь, никогда не будут. Но у нас есть голова на плечах, есть вера в прекрасную Россию будущего, есть возможность разговаривать с людьми, их убеждать. И есть понимание того, что сейчас для этого подходящий момент. Честно говоря, иногда мне кажется, что этот Волков, ну, получается, политический зам Навального, что он совершает открытую диверсию против своей аудитории, против своей прекрасной России будущего, или хоть какой-то России сегодняшнего, убеждая всех, что да нужно просто правильно мыслить и ждать, оно само как-то рассосется. Так вот, будут ли они, сторонники Навального, дальше слушать Волкова и Ко? То есть превратятся ли они в окончательно безмолвную массу, которую путинский режим первый же отправит на фронт, чтобы утилизировать? Я не удивлюсь, если в российских военкоматах уже лежат списки правильных мобилизованных, которых отправят на фарш сразу же после так называемых перевыборов Путина. Или же миллионы сторонников Навального таки поймут, что нужно бороться не против Путина, а против террористического образования, Россия как такового, против империи, против российских военных заводов, отделений ФСБ, управлений МВД, так называемых судов и так называемых тюрем, то есть пыточных, которые их ждут. Поймут ли они, что их единственный шанс выжить это уничтожать опору режима, то есть силовиков? Поймут ли они, что в их правильном думании нет никакого смысла, потому что рано или поздно из-за правильной мысли их просто начнут убивать эти самые силовики? Поймут ли они, что настал их звездный час, наконец-то, вот теперь-то он и настал, что уже сегодня как минимум две прекрасные организации со штаб-квартирами в Киеве, которые вы все прекрасно знаете, судя по всему, выдают по всей России правильные шарики и правильные фонарики для борьбы с террором. Понимаете ли вы, что с шариками нужно приходить на завод или на железнодорожные пути, а с фонариком можно заглянуть в гости к местному военкому или же в отделение ФСБ? Когда хотя бы 15 тысяч из 15 миллионов сторонников Навального возьмут и придут в гости к обслуге режима с правильными шариками и правильными фонариками, тогда-то начнутся проблемы уже не у сторонников Навального, а как раз у их противников. Ну и такое, ребятушки, начнется в вашем департаменте. Потому что вот я слушаю Юлию Навальную. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. И пытаюсь понять, какое именно дело Алексея она собирается продолжать. с учетом того, что в последние годы Навальный, прошу прощения, либо сидел, либо умирал. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Эту ярость нужно не разделять, а направлять на террористов с оружием в руках. Помните, что у них в тылу они как нигде наиболее уязвимы. И каждая акция возмездия имеет колоссальный эффект, прежде всего психологический. Когда вы наводите на здание террористической организации шарик с 15 килограммами веселящего газа гексогена, это уже хорошо. Но если есть возможность принести туда такой шарик не с 15, а, например, уже с 50 килограммами, это уже совершенно другой расклад. Эту штаб-квартиру террористов, эту ячейку, уже вряд ли смогут восстановить. И тогда у вас, в вашем районе, будет минус один военкомат или минус одно здание ФСБ. Вот так и только так может быть уничтожен этот режим. Связывайтесь с хорошими людьми, которые помогут вам с шариками и фонариками. Ну, единственное, наверное, не связывайтесь через так называемый телеграмм. Ведь это шпионская, ФСБшная программа, которая только позволяет российским силовикам отлавливать правильных людей. А это никому не нужно. Используйте другие мессенджеры и другие каналы связи. Они есть. Конечно же, донатьте на силы обороны Украины вот по этому QR-коду. Но я скажу честно, если каждый из вас хотя бы один раз устроит акцию с шариками или фонариками в правильном месте, с правильными шариками и правильными фонариками, то можно даже не донатить. Это будет очень хороший вклад в победу над террором. Ну и, конечно, ставьте лайк этому видео, делитесь своими мыслями по поводу услышанного в комментариях, подписывайтесь на наш YouTube-канал, если по какой-то непонятной причине до сих пор не успели этого сделать. До встречи в следующих выпусках. Берегите себя, боритесь и активно воюйте. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!